Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я расскажу про 8 монет, которые имеют однозначно бычий тренд, то есть продолжат расти в будущем. Ты точно не захочешь пропустить это видео, не только потому, что в нем я расскажу про 8 проектов, которые будут расти, но также потому, что я дам тебе перспективу для принятия лучших решений в криптовалюте. Нельзя говорить про альткоины отдельно от биткоина. Нравится тебе это или нет, биткоин возглавляет рынок. Если биткоин вдруг вырастет до 500 тысяч, то все эти альткоины выстрелят куда больше, чем кто-либо мог бы предположить. Если же биткоин будет стоить 100 тысяч, то альткоины поведут себя соответственно. Я верю, что у биткоина все еще позитивный нарратив на данный момент. Посмотри на это. Это потоки кошельков на разных ценовых уровнях биткоина. Смотря на них, мы видим, что 54 тысячи долларов – это самая сильная область ценового входа в биткоин у долгосрочных инвесторов со времен, когда цена биткоина была 11 тысяч. Обычно биткоин формирует сильную основу ценового входа, когда цена вырастает в 2-3 раза выше абсолютного максимума прошлого бычьего цикла, прежде чем перейти к новым пикам следующего бычьего цикла. На данный момент эта фаза почти завершена, по словам Вилли Ву. О чем это вообще говорит? На самом деле сложно понять с первого раза. Это говорит нам о том, что мы уже достаточно много времени провели в данном ценовом диапазоне между 5-10 и 6-10 тысячами долларами. Этот временной период очень похож на то время, которое мы потратили в районе 11 тысяч долларов. Так к чему же эта мысль нас приводит? К тому, что та цена, на которой мы сейчас торгуемся в диапазоне от 50 до 60 тысяч, как раз таки в 2-3 раза выше, чем прошлый исторический пик 20 тысяч долларов. И это очень похоже на ситуацию в прошлом бычьем цикле, как я показал на этом графике. В прошлый раз это закончилось масштабным ростом на 540%. Представляешь, что будет, если на этот раз произойдет то же самое? Биткоин достигнет почти 500 тысяч долларов. А как ты думаешь, на какой стадии цикла мы находимся сейчас? Может быть, вместо движения вверх, уже будет движение вниз? Ведь ни то и ни то не может продолжаться вечно. Весь этот анализ был проведен на основе визуализации от Вилли Ву, известного биткоин-аналитика. Цена эфириума достигла нового исторического пика выше 2000 долларов. При этом биржевые резервы эфириума, оранжевый график падают. Что это значит? Это значит, что с баланса в бирж эфиры выводятся, возможно, на холодные кошельки. Когда растет только биткоин, нельзя быть уверенными в том, что и альта тоже начнет расти. Но когда растет и эфириум, альткоины растут вслед за ним. Когда растет эфир, люди начинают задумываться над тем, что еще может быть успешным. Какие еще блокчейны могут взлететь, особенно те, которые построены на базе эфириума. И это приводит к росту других проектов, а не только лишь биткоина и эфириума. Совсем недавно я прочел эту новость. Кит переместил 1,3 миллиарда долларов в DeFi протокол, после того, как эфир установил новый ценовой максимум. Таинственный кит переместил 629 тысяч эфиров в DeFi протокол Compound, вскоре после того, как эфир достиг нового исторического пика. Что ж, Compound как раз таки находится в нашем списке альткоинов сегодня. Лично с моей точки зрения, он все еще находится в бычьем рынке. Если биткоин продолжит рост, то и он тоже подтянется. Compound это один из старейших DeFi протоколов. Если тебе интересно, как они развиваются, эти DeFi протоколы, то самые топовые по общей заблокированной в них стоимости можно посмотреть на сайте DeFi Pulse. Как мы видим, самые топовые это как раз таки Compound, потом Maker, Awe, Uniswap и Curve Finance. Все это сейчас топовые DeFi проекты. И в этих проектах растет не только TVL. Помимо этого, растет и общий интерес к этим DeFi протоколам. Например, несколько дней назад крупнейший гигант электронной коммерции Shopify сказал о том, что он думает об интеграции в экосистему DeFi. И на самом деле это настоящий гигант с более чем одним миллионом различных бизнесов и работой в 175 странах. Их SEO даже не стесняется поговорить с сообществом DeFi напрямую. Вот что он написал. Эй, DeFi Twitter, какие коммерческие возможности вас привлекают больше всего? Какую роль должен играть в этом Shopify? Как видно, не только компания, но и ее глава заинтересован в DeFi пространстве ради коммерческих возможностей своего бизнеса. Что, конечно же, хорошо для Compound и остальных DeFi протоколов. Еще одна монета, которую я хочу тебе представить, о которой уже очень много раз говорил, это Yorn Finance. Когда-то давно я уже упоминал ее в подобного плана ролики, но до сих пор убежден, что у этого проекта есть перспективы. Создатель этого проекта представил систему вознаграждений DAO. Этот продукт называется Coordinate. Он приводит к еще большей децентрализации сети Yorn Finance. Конечной целью является увеличение полномочий децентрализованных самоуправляемых команд в сети, что приводит к децентрализации всего протокола. Что самое главное, это всего лишь одна инициатива из масштабной компании под децентрализацией протокола Yorn. Мне кажется, именно эта инициатива, то, о чем я сейчас рассказал, и приведет к дальнейшему подорожанию Yorn Finance в долгосрочной перспективе по мере увеличения его децентрализации. И, как видишь, цена этого токена растет и уже на грани нового исторического пика. Я думаю, эта монета все еще находится в бычьем тренде. Далее идет Cardano. А при чем тут какой-то SpaceBuds? Спросишь ты. А при том, что я именно на этой странице увидел следующее предложение. Полностью функционирующий NFT проект на Cardano. И действительно, если ты не знал, даже без функционала смарт-контрактов, разработчики Cardano нашли способы чеканить и продавать коллекционные предметы NFT. Эти эксперименты в размещении уникальных данных на блокчейне напоминают эру эфириума до стандарта ARC-721. И, что более важно, до сих пор они остаются невероятно популярными благодаря регулярным аирдропам токенов. Лично я вижу в этом то, что у Cardano есть вовлеченное и процветающее сообщество собственными инициативами. Однако, так называемые NFT на Cardano имеют ряд недостатков. Из-за того, что Cardano еще не поддерживает смарт-контракты и не имеет NFT стандарта токенов, для создания NFT на Cardano пользователь чеканит собственный токен, единственный в своем роде. В любом случае, я считаю, даже технологически не будучи готовыми, они уже придумывают различные способы продажи NFT токенов. Тем самым, Cardano обращает на себя внимание. А то, что не обращает на себя внимание, это очень хорошо для инвесторов Cardano. Надеюсь, ты понимаешь почему. Потому что спрос, спрос будет расти. Следующая монета, которая находится в бычьем тренде, это Polkadot. Coinbase Ventures поддерживает DeFi в экосистеме Polkadot. В частности, их инвестиции сосредоточены на Acala, универсальном центре DeFi в Polkadot. Именно Acala создает множество возможностей DeFi на Polkadot. А также на Karuri, которая строит экосистему DeFi на Polkadot. Об этих проектах я тоже уже рассказывал в одном из своих видео. Ссылку на него оставлю в описании, либо же в подсказке, которая сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Coinbase Ventures это инвестиционное подразделение цифровой биржи из Сан-Франциско. Оно сейчас финансово поддерживает запуск DeFi услуг в экосистеме Polkadot. Polkadot и Kusama приближаются к датам парачейн-аукционов, о которых я уже рассказывал в том же видео, которое будет в описании. Поэтому получение поддержки от Coinbase Ventures рассматривается как важное достижение для аукциона. Напомню, парачейн-аукцион построен совершенно не по тем принципам, по которым работает обычный аукцион. Дело в том, что обычный аукцион заканчивается по итогам конца аукциона. А парачейн-аукцион заканчивается тогда, когда сделан случайный снимок во время аукциона. У кого была наибольшая ставка, тот и побеждает в аукционе. Именно в момент снимка. Почему поддержка Coinbase Ventures так важна? Дело в том, что они уже поддерживали другие проекты до этого. Одни из самых известных этих проектов называются BlockFi, Compound, Compound, кстати, и Etherscan. Суть в том, что Coinbase не единственная биржа, которая поддерживает Polkadot. Сео Кракена Джесси Пауэлл тоже говорит о поддержке Polkadot. Джесси, мы видим большой интерес к криптовалюте, кроме биткоина. Я имею в виду, что эфириум и кардана привлекают много интереса. Есть ли другие направления в криптовалютной индустрии, вокруг которых вращаются ваши клиенты? Что, по вашему мнению, может достичь того, чего достиг биткоин? Еще одним горячим коином, по моему мнению, является Polkadot. Своеобразный следующий эфириум, как о нем думают люди. Это проект, поверх которого будут запускаться другие монеты. Я думаю, что мы увидим множество проектов, которые уже есть на эфириуме, и которые будут портированы на Polkadot, из-за намного меньших комиссий за транзакции. Далее идет TETA, TETA Network. CineDime интегрирует технологию блокчейна TETA в стриминговый аниме-канал. Американская компания CineDime теперь использует криптовалюту TETA T-FUIL как вознаграждение за просмотр контента и создание этого контента. Компания установила партнерские отношения с децентрализованной сетью TETA Labs, чтобы интегрировать стриминговую P2P технологию и криптовалютные вознаграждения в свой канал ContiVAnime. ContiVAnime представит микроплатежи в T-FUIL одним из двух нативных токенов TETA. Токен будет использоваться как вознаграждение за создание видеоконтента и за его просмотр. В соответствии с информацией в сообщении, фанаты смогут зарабатывать до 15 долларов в месяц за обычный просмотр контента в своем браузере. 15 долларов в токенах, а не в американской валюте, если что. Так что просмотр контента в своем браузере можно будет воспринимать как инвестиции в криптовалюту. В последние несколько месяцев TETA прошла через мощный рост. Возможно, есть необходимость мощной коррекции. Если она случится, я обязательно куплю эту монету. Но TETA поддерживает достаточно большой венчурный капитал и такие крупные компании, как, например, Samsung. И, наконец, последний проект, который, по моему мнению, все еще находится в бычьем тренде. Это Eternity Chain. Он сотрудничает с Kinetic для будущего развития NFT-экосистемы. Подобное партнерство является позитивным знаком для растущего NFT-рынка. Ориентированная на сообщество NFT-платформа Eternity Chain заключила партнерство с гонконгской криптоинвестиционной фирмой Kinetic Capital для расширения своей экосистемы. По заявлению Kinetic на их официальном сайте, Eternity Chain возглавляет движение для NFT-платформ нового поколения, предоставляя доступ для фанатов к самым легендарным личностям и брендам в истории, в то же время решая критические проблемы пользовательского опыта с NFT для коллекционеров. Один из основателей Kinetic говорит, На данный момент Eternity Chain это самый молодой проект из всех, о которых мы говорили сегодня. Торговаться он начал всего лишь в марте этого года. И как мне кажется, под конец года он будет стоить больше. Но опять же, это только мои мысли и предположения, я никак не могу решать это за тебя. Ты вправе проводить собственные расследования и принимать собственные выводы. А какие выводы ты примешь, напиши в комментариях. На этом всё, меня зовут Богатейший Ди, если видео было для тебя полезным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, телеграмм, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, прокомментировать и поделиться видео с друзьями. А также обязательно богатей. До скорого.